Идея экспансии именно в Италию, в русском мире, в русских головах родилась давно. И когда я там шутил еще, ну как шутил, иронизировал над тем, что вы доиграете, пацаны, с Европеей, европейцы с Путиным, и он у вас отхватит там какой-нибудь остров, он назывался Сицилией или Корсико, и Корсику, это все вполне реально и ничуть не является шуткой, тем более сейчас, когда просто, понимаете, в Кремле лежит карта Европы, я не знаю, как она там лежит, каким боком, стоит, лежит, прислонена к чему-то, на глобусе нарисована, неважно. И там страны, которые являются слабыми звеньями западного мира, они обозначены особым каким-то значком. И Италия там одна из первых, одна из главных потенциальных жертв, потенциальных кирпичей, которые можно вырвать из фундамента Европейского Союза. Они пытались Грецию вырвать, но Греция, да, это страна, где первые демократии в Европе создалась когда-то. Но в данный момент она не решает Европе ничего, да, она там сожрала кучу денег европейских, да, там этот популист-левак хотел из ЕСЛ ходить, что-то там с Россией заигрывать, слюну, и сказали нет, что-то нам не хочется, и опять вернулись в лона, так сказать, матери Европы, коим в свое время и являлись, да. Значит, а Италия это такое действительно сейчас слабое звено. Там политики чокнутые. Во-первых, Лига Севера, вот это, которую Кремль просто создал из какой-то из говна и веток, раскрутил на местных выборах с помощью своих ботов, с помощью вложений финансов, ну, это купленные политики итальянские, потом там министры, премьеры и на странных дел, не знаю, там я персональный сад правительства не разбирал, но там много такого дерьма, явно прям изначально купленного Путиным, ну, типа Липенши такой, да, во Франции он потом уже готовый, Маккорона перекупал. А здесь я перекупал еще на стадии формирования этой, так называемой, вот этой правой лиги северной и так далее, и других там квазиорганизаций, они скупают там муниципалитеты, там, ну, там страшное дело. То есть, Италия, она во многом уже захвачена гибридно-русским миром. А вот я сейчас, у меня скачалась эта картиночка, сейчас еще могу показать, стараюсь покрупнее сделать это то ли воинская часть какая-то, скорее всего, вот, ну, то ли плац какой-то, сразу по интернекции Крыма, или 14-й, или 15-й год. Вот здесь вот написано, читайте, да, сегодня Крым, а завтра Рим с великим праздником, 9-го мая, да, ну, это 15-й, наверное, год, или 14-й, когда-то у них крышку смосило, особенно сильно, а, собственно, величие. И разговоры, это не просто рифма там какая-то, нет, Италия действительно считается слабым длиной в Диэз, расхрестованная политика, постоянные смены правительства и смены партии даже правящей, ну, не тоже правящей, там партии умирают, рождаются, происходит такая-такая хрень, а в этой, то есть, нестабильной системы, да, до конца. Вот, ну, слушайте, если они в Англии Brexit устроили, что им там Италия-то, да, это проглотить не жуя. И вот коронавирус, и вот, значит, Италия становится действительно страшной жертвой этой эпидемии. Ну, сейчас Испания, к сожалению, приближается к ней, но вот все равно Италия на сегодняшний день это самый страшный пример, самое большое количество смертей и самая жуткая обстановка. Итальянцы, они же какие тоже, да, но они разные, конечно, север, центр, юг, я никогда не обобщаю, да, вообще все люди разные, но в целом, это народ такой гостеприимный, веселый, открытый, там, у меня друзья итальянцы есть, кажется, с Генуи, но это люди, которые любят и поговорить, и в кафе сходить, там, и пообщаться, такие видверки, как кажутся украинцы. Вот, и прозевали, ну, никто не знал тогда, вот, в них карты, я не знаю, кстати, почему, и до сих пор это, наверное, когда-то, может быть, будет расследовано, может, этим кто-то занимается уже, например, итальянские спецслужбы, если такие существуют, еще остались, что не факт для меня в рабочем виде. Почему Тегеран? Почему генералы иранской армии? Почему Италия? Почему, почему, почему в Европе, почему ни в каких других странах такого ужаса нет? Может быть, что-то везли, может быть, что-то через Италию везли в Иран, может быть, наоборот, из Ирана через Италию и так далее. Италия, опять, это чистая такая предположительная конспирология, но вопросы интересные можно на этом построить, и если бы спецслужбы разных стран мира этим занялись, я думаю, хуже бы не было никому над дополнительными знаниями, а не предположениями на эту тему. Ну, ладно, неважно, в данном случае идет борьба не за жизнь, а насмерть, Италия парализована, Италия в ужасном состоянии психологическом, там уже песни эти никто не поет на балконах, как мне товарищ из Брэша рассказал, это недалеко от Брэгама как раз, там, говорит, мы уже отпевать не успеваем, не то что петь, да. И моим сочувствием с тем людям, которые живут в Италии, моя поддержка итальянским врачам, среди них много, кстати, украинских врачей, медработников и так далее, которые на переднем крае. И вот им особенное уважение, у меня вот товарища мама работает в такой вот клинике, где с коронавирусом борются, товарищ патриот мой из Крыма, и мама там у него просто как на войне, он с ней переписывается, публиковал на их три части переписки, и тоже огромный респект, огромное уважение ей и всем бойцам вот этого медицинского фронта в Италии. Как бы у нас не было чего-то подобного в масштабах, я имею ввиду, но действительно медики наши тоже уже воюют, на самом деле уже война началась здесь тоже. Но что касается Италии, вернемся не к коронавирусу, а к тому, как ее использует Путин. Путин решил спасти весь мир. Ну, немножко не получается, видимо, с парадом 9 мая, непонятно, что там будет, да, даже пришлось референдум по утверждению себя на царство отодвинуть. Понятно, что все это все равно пройдет, это назначение никакого не имеет, время и временной фактор. Но хочется быть на виду, хочется быть спасителем мира, хочется показывать себя своей пропагандой, как нормальная, не просто нормальная, а душевная такая страна. А итальянцы очень впадки, кстати, на русскую литературу, там Достоевский, там Чехов, вот это все. Там кругом памятники Пушкину стоят в Италии, там Гоголь, кстати, жил, которую они русским писателям до сих пор многие считают и так далее. Но Гоголь император служил, на самом деле, за его счет там жил. И многие-многие-многие русские писатели там жили, и Горьки, там кто угодно. И вот эта страна, она таким иммунитетом от русского мира не обладает, так же, как и Франция, да, то есть романтизм этот, где Россия в головах, где украинский авангард, он называет, например, русским советским, авангард для Руси, там и так далее. То есть вот этот вирус русского мира там давно живет. Пришел коронавирус на эти мозги европейские, такие распаренные южным солнцем и еще прибитые этим ужасом на самом деле реальным трэшевые полувоенные ситуации. И тут Владимир Владимирович Путин, добрейшей души человека, отправляет несколько транспортных самолетов, на которых там, не знаю, три батальона можно привезти десантников, но десантники пока рано, пока разведка, машины, некие какие-то обеззараживающие средства. Итальянцы изучили, что прилетело к ним, причем, насколько я понимаю, это далеко от места непосредственно самых тяжелых вот этих пенологических боев. Через пол Италии эта колонна проехала с русскими флагами, зачем-то с огромными вот эти камазы цвета зеленого, как в Крыму, все как положено, но единственное, номера они не закрывали, тряпками там не перекрашивали. Вот, в открытую зеленые человечки в полной такой же экипировке, как зеленые человечки в Крыму, проехали, сделали бросок по Италии, привезли хрен знает что, хрен знает зачем, просто потому что премьер, симпатик Путина и там, и так далее, не смогли отказаться. Владимир Владимирович позвонил, сказал, ну, мы хотим вам помочь, пацаны, давайте там, как можно есть предложения Дона Перлеона, от которых нельзя отказываться. Ну, и итальянцы в такой тем более ситуации, ну, как сказать, откажешься, там, у тебя еще выльют что-нибудь, ну, и вообще Путин, я говорю, купил, и половину, если немногих там, политиков в правительстве и так далее, в парламенте и в ведущих партиях, и вот они согласились на это дело. И вот эта колонна едет по Италии, видео охрененное, конечно, чистые, чистые воды Крым, аннексия Крыма, ну, тут они флагов не скрывают, и номеров, повторю. Привезли какую-то хрень, итальянцы посмотрели, нафиг это ничего не нужно, там, говорят, 80% ерунды, ну, наверное, там, 20%, они знают, что там, масок они привезли, там, я не знаю, чего, спирта, может быть, привезли, что-то, ну, такое же можно применить еще, да, все остальное, хрень собачья, никакого отношения вообще в войсках, какие-то химозащиты приехали, какая химия, какой химии защиты, ничего это итальянцам не надо, но колонна едет по дорогам Италии, впервые русские войска, ну, может, со времен Суворов, но тогда итальянской республики еще не было, впервые русские войска едут итальянскими дорогами. Генерал командует, генерал-майор, 80 офицеров, медиков, врачей, вообще, это, конечно, полный привет. А кому, как вот вам помочь в борьбе с вирусом? А пришлите нам наших, ваших военных офицеров и солдат, пожалуйста, и военные машины, пришлите нам, пусть проедут. Пусканием гуманитарных гум-конвоев, зеленых человечков, с регистрацировкой местности, прощупанием общественного мнения. Вы этого обязательно дождетесь, я вам этого не желал бы, но сейчас уже, мне кажется, это было бы неплохо, потому что хотя бы на примере одной страны европейцы должны увидеть, что такое дружба с Россией и что такое принятие помощи от Путина. А еще, знаете, что они разгоняют, что вот Украина не пропустила российские борта через свои воздушные пространства, даже Польша и Чехия отказались пропустить помощь в Италию, которой там Путин дал. Знаете, были времена, в определенные годы, когда российские самолеты с дружественными солдатами приземлялись и в Будапеште, и в Праге, и в Варшаве. Эти народы помнят, а украинцы знают прямо сейчас, что бывает, когда русские солдаты приходят, обычно украинцы этого не знали или забыли, или французы этого не знали или забыли и пойдут на такое. Путин обязательно этим людям напомнит, он больше всего презирает людей, которые хотят с ним дружить. Когда-то у меня такой любимый образ, вот Франц Франц, Макрон и все остальные прочие, мягкие полуватные вот эти лидеры европейские, вы, товарищи, дождетесь, снимаем мечта, чтобы за все это, за всю вашу любовь к Путину вы были доказаны по полной программе.